Мы продолжаем уроки по Тафсиру. И для тех, кого не было, для тех, кто первый раз напоминаю, мы взяли следующую методику изучения Тафсира. Мы, во-первых, эти уроки назвали как заучивание Кур'ана методом саляфов. В чем он заключался, чем он отличается от метода халяфов, если так можно сказать, от метода последующих людей, последних поколений. Последние поколения, заучивая Кур'ан, обращают внимание лишь на что? На то, чтобы хорошо запомнить, хорошо заучить и правильно произносить буквы, выговаривать буквы и правильно читать Кур'ан по соответствии с правилами Таджвида. К огромному сожалению, то есть это неправильно, но к огромному сожалению именно так. Мы видим много людей, которые заучили Кур'ан полностью и знают его очень хорошо, но если ты спросишь о смыслах Кур'ана, не знают. Если ты посмотришь, как этот Кур'ан проявляется у них в делах, не видишь этого. Так ведь, в отличие от пророка саляфов, которого, когда его супруга Аиша, рода Аллаху Анха, описывала, она сказала, что он был Кур'аном, который ходил по земле. Что это значит? Воплощал в жизнь все постановления Кур'ана, воплощал в жизнь те нравственные качества, которым побуждает Кур'ан. В первую очередь воплощал в жизнь те убеждения, которыми обязывает нас Кур'ан иметь, то есть идеологию. Все это было в посланнике Аллаху, и его сподвижники последовали ему в этом. Мы до этого уже говорили, что они говорили, что мы не заучивали 10 аятов, не продолжали заучивать 10 аятов Кур'ана, пока что? Пока не практиковали 10 аятов, которые мы заучили до этого, пока не воплощали в жизнь их. И вот это и есть их метод. Заучивание, понимание и деяние. И вот точно так же и мы. Не точно так же и мы, а имеется ввиду, и мы взяли вот этот метод. Мы назвали эти уроки заучивание Кур'ана методом саляфов. То есть заучивание Кур'ана, или пусть будет изучение Кур'ана путем праведных пришественников. И мы сказали, каким образом мы двигаемся в этих уроках. Мы берем блоками по странице. Первый блок у нас был, мы изучили сурру Ихлас Фаляк Нас. Второй блок у нас, во втором блоке были изучены суры Кафирун, Наср и Таббет. Так ведь на этом остановились. Сейчас переходим к третьему блоку, в котором также будет изучена, то есть третья страница с конца. Это у нас суры Курайш, Маун и Каусар. Как мы двигались в предыдущих блоках и как мы будем двигаться в этом блоке? Следующим образом. Первое, мы сказали, что мы выбрали самый легкий тафсир, один из легких тафсиров, который называется Аль-Мухтасар Фи Тафсир Аль-Кур'ана Аль-Карим. То есть сокращенный тафсир Аль-Кур'ана и читаем этот тафсир на все три суры, чтобы вкратце, то есть как бы у нас сложился некий такой скелет, чтобы у нас было понимание, в котором также в Аль-Мухтасар Фи Тафсир Аль-Кур'ана Аль-Карим обозначаются важный момент цели суры. То есть какую цель преследует каждая сура, какую цель преследует каждая сура, когда Аллах Суханаху Аталинис послал, об этом говорили и вкратце делали этот. Вторым шагом у нас было, что мы делали, разъясняли выборочно слова некоторые, помните, мы говорили Забания, кто такие там, или допустим Ханнас, кто такой Ханнас, когда мы читаем выборочно какие-то слова, в которых могут возникнуть какие-то неясности у людей. Это второй шаг. Затем мы переходили на более подробный Тафсир и в более подробном Тафсире мы смотрели, допустим, если первый аят этой суры более подробно изложил имам Аль-Багавы, мы зачитывали Тафсир имам Аль-Багавы. Если Ат-Табари, то есть у нас нету какой-то определенного именно Муфасира, нет. Если более широко раскрыл, допустим, имам Аль-Багавы, читали его. Если второй аят, какие-то полезные моменты из него, допустим, имам Ат-Табари подчеркнул, мы читали имам Ат-Табари. В каких-то аятах, возможно, современников читали Тафсир имам Аль-Багавы, если вы помните так же. То есть вот таким образом, это третий шаг. И четвертый шаг какой? Аль-Амаль, деяние. Самое важное. Как мы можем воплотить то, что мы изучили, поняли, заучили, как мы можем это в жизнь воплотить? Многие говорят, я заучил, а как дела делать в соответствии с тем, что я заучил? Вот мы прям подчеркивали, когда ты изучил вот эту суру, раз деяние, два деяния. Допустим, просто как пример из прошлого, допустим, какое деяние мы можем извлечь из суры Таббет? Отсутствие обольщения своим родом. Есть или нет? Отсутствие обольщения своими предками. Сколько людей нарушают это деяние и говорят, мой дедушка был такой-то, мой дедушка был имамом, мой дедушка был муллой в такой-то деревне, он был имамом, мой прадед, заучивший Куран, полностью был человеком и так далее. Мы говорим, разве твоя родословная может тебе как-то помочь, если ты сам не делаешь, если ты сам не совершаешь, если ты сам употребляешь спиртное, если ты сам не совершаешь намаз, если ты сам удовлетворяешься тем, что ты один день в месяц Рамадан постился и бьешь себя в грудь, что ты самый достойный мусульманин, хотя Рамадан состоит из 29 или 30 дней, как мы знаем, так же? То есть, твоя родословная не поможет тебе, ты должен это усвоить из Суры Таббат. Каким образом? Как из Суры Таббат мы извлекаем такой вывод? Это про родственников. То есть, помогло ли Абу Лягабу то, что его родственником был, не просто имам какой-то мечети, не просто заучишь сам пророк, лучшие создания Всевышнего Аллаха, как-то помогло это Абу Лягабу? Нет. Вот, брат, и ты сделай вывод, что тебе тоже не поможет. Поэтому пророк Салаллаху в одном из хадисов сказал, тот, кого задержали его деяния, тот, кого заставили медленно двигаться его деяния, никак не ускорит путь в рай его родословное. Это в хадисе пророк Салаллах сказал. То есть, тот, кого задерживают его деяния, то есть, если его деяния плохие, или если его деяния вообще отсутствуют, и он медленно движется в рай, и его родословное никак не ускорит его, вот это приближение к краю. А в хам? Это одно из деяния, то есть, это тот вывод, который мы извлекли из суры Таббет. Следовательно, мы уже не будем гордиться, мы уже не будем кичиться, мы уже не будем себя в грудь бить и говорить, вот мой дед, вот мой дядя, вот мой брат, вот ты, брат, есть ты, ты, ты. Все. Мы не раз уже говорили, что когда Аллах Субханаху Аталя направит ангелов, когда человек будет в могиле, что его спросят? Кто? Твой Господь. Кто? Твой пророк. Кто? Какая твоя религия. Ничья ли бы еще, не твоего деда. Дед, возможно, ответит, пусть Аллах помилует его и простит. Дед, он, возможно, ответит и скажет, а ты, брат, ты. То есть мы опять же эту пользу извлекли, когда что? Когда изучили суры Таббет Яда Абилла Хаби Ивота. Вот таким образом. Мафом, это для тех, кто отсутствовал. Переходим к какому блоку? К третьему. Первый шаг в третьем блоке это? Чтение всех трех сур, краткий это все, так? Бисмилля. Сказано у нас, сурату Курайш Маккия. Во-первых, сказано, что сура Курайш, которая называется Курайш, она мекканская. До этого мы говорили уже, чем мекканская отличается от мединских. Мекканская не способна в Мекке, мединская в Медине. Правильно? Нет, неправильно. Мекканские суры были способны до хиджры. Независимо от места, где они способны. До хиджры. А мединские суры, которые были не способны после переселения пророка. Независимо от локации. Зависит от времени. Мин маккасиди ссура. Во-первых, автор подчеркивает и говорит, какую цель преследует эта сура. Сура Курайш. Баяну ниаматилляхи аля Курайш. Вахакилляхи алейхим. Эта сура нам разъясняет милость Аллаха, которую он облагодетельствовал к Курайшитов. Племя Курайш. Милость Аллаха, которую он проявил к племени Курайш. И разъясняет нам то право, которое имеет Аллах на них. То есть, эта сура повествует о том, какими милостями наделил Всевышний Аллах вот это племя Курайшитов. В чем была причина этого? То, что он наделил их безопасностью, как сказано в этой суре. То, что он наделил их риском, пропитанием, наделом. То, что он дал им возможность совершать путешествия зимой и летом. И то, какую пользу они извлекали из этих путешествий. И следовательно, какое право имеет Всевышний Аллах после всего вот этого предоставленного им милостям? Чтобы они благодарили их. Чтобы они выражали свою благодарность в виде своей веры во Всевышнего Аллаха или в единого Аллаха. Субханаху ата али. И в виде благих деяний, которые они совершают ради Аллаха. Поэтому эта сура объясняет нам те милости, которые Аллах оказал по отношению к Курайшитам. И также побуждает выполнять те права, которые Аллах имеет на них или по отношению к ним за свои милости. Мафхом? Это цель этой суры. Аллах говорит в первом аяте этой суры. Ли и ля фи Курайш. Для начала эту суру все знают? Кто не знает суру Курайш? Заучиваю. Суру маленькая, заучиваю. Суру Курайш. Таи. Аллах субханаху ата али говорит. Ли и ля фи Курайш. Более подробный Тафсир мы еще скажем в дальнейшем. Давайте пока то, что у нас сказано. Сказано. Ли аджли аадати Курайшин ва и ль фи Хим. Ли и ля фи Курайш. Переведем здесь как ради обычая Курайшитов и их традиции. Ради обычая Курайшитов и их традиции. Краткий Тафсир пока. Или по причине обычая Курайшитов и их привычки. Скажем так. Ли и ля фи Хим рихлята щита и вассаев. Опять же сразу отмечу такой момент, что когда человек изучает, будь то Тафсир или любые иные науки шариатские, только лишь на русском языке и не изучает арабский, он ограничен. Вот как лошадям ставят живот такие, чтобы они лишнего не видели, не боялись. Вот точно так же человек, который изучает религию только на русском языке. Он ограничен. Почему? Вот у кого бы, даже те, кто знает эту суру и читал Тафсир, у кого бы я сейчас у вас не спросил, как переводится ли и ля фи Курайшитов? Я уверен, на 100% вы бы сказали за единение Курайшитов или за союз Курайшитов. Потому что в свое время Крачковский перевел его, как если не ошибаюсь, как за союз Курайшитов. Кулиев вроде за единение Курайшитов. И Абу Адиль у нас сейчас есть, он тоже как-то так подобным образом перевел. Все. Вот у вас три перевода есть, все три один Тафсир себя включают. И вы на этом ограничены. На самом же деле, ли и ля фи Курайшитов, Аллаху Алим, это более правильное мнение. Ильф или и ляф, они переводят как союз, единение. Это один из смыслов, да, мы его запускаем. Но Аллаху Алим более правильно, как что и ляф от слова ильф, то есть это обычай. Какая-то привычка. Какая-то может, то, что уже как традиция выполняется. То, к чему привыкли люди, то, что для них уже обыденно этого ждут. Вот это ильф. И когда Аллах говорит, ли и ля фи Курайш, то есть ради вот этого обычая Курайшитов. В чем этот обычай заключался? В их привычке летом и зимой совершать путешествия. Совершать путешествия, скажем. То есть ради обычая Курайшитов. Вот так уж совсем по-другому переводим. Так ведь? Совсем по-другому. Аллаху Алим это более правильно. Ли и ля фи Курайш. То есть ради обычая Курайшитов. В чем этот обычай заключался? Аллаху Субхану Хуаталя в следующем аяте говорит. И ля фи Хим рихля тащитая и в ас-сайф. Ради их обычая путешествовать зимой и летом. Ради той традиции, которая сложилась у них, которая проявлялась в их путешествиях зимой и летом. Ас-сайф это зима. Ас-сайф это лето. Рихля это путешествие. Путешествие куда-то, вылазка куда-то, поездка куда-то. Рихля называется. И ля фи Хим рихля тащитая и в ас-сайф. Говорит, сказано у нас в Сирии. Рихля тащита и ля льяман. Зимой они путешествовали в Йемен. Ва рихля тащитая и в ас-сайф. А летние путешествия они направляли в сторону Шама. Аминин. Пребывая при этом в безопасности. Шам это современные земли. То есть Шам называлась территорией, в которой сейчас такие страны, как Сирия, такие страны, как Любнан, Ливан, Иордания, и что Палестина также сюда относится. Это все земли Шама. Вот эти все территории раньше просто Шам назывались. И вот арабы с Мекки, то есть Курайшиты, зимой совершали путешествие в Йемен, а летом совершали путешествие в Шам. Далее Аллах Субханаху Аталах в третьем аяте говорит, И пусть же они поклоняются Господу этого дома. Пусть же они поклоняются Господу этого дома. В одном из тавсиров даже сказано, Те, кто знает арабский, может спросить, То есть Джаро Маджрур, он должен быть с чем-то подвязан. То есть ради единения Курайшитов. Или скажем, ради, или по причине обычая Курайшитов. То даже русский человек скажет, что по причине обычая Курайшитов. Что по причине обычая Курайшитов? Что такое? То есть это должно быть с чем-то какой-то, Должно быть либо какой-то контекст перед ним, Либо какой-то контекст после него должен быть. Он с чем-то должен быть связан. Это просто вот так не скажешь, так же? Так вот, некоторые ученые сказали, Что Ли-Иляфи Курайш связан с тем, что пойдет после него. То есть как раз таки с третьим аятом. Фаль-Ябуду рабба хазал байт. Поклоняйтесь же Господу этого дома. Почему? Ради сохранения вашего обычая. Ради сохранения вашего обычая. Ради продолжения той традиции, Которая приносит вам удел, Сохраняет вашу безопасность и так далее. Поклоняйтесь Господу этого дома. То есть Аллах Суман Ахуат Аля сначала сказал, Ради вот этого, того, к чему вы привыкли. То, что вы сделали своим обычаем. То, что объединяет вас. Вот ради вот этого всего, Для сохранения вот этого, И сохранения ваших летних и зимних поездок, Что? Фаль-Ябуду рабба хазал байт. Пусть поклоняются Господу этого дома. Мы привыкли, что иногда мы говорим, Поклоняйтесь же Господу этого дома, Для того, чтобы сохранить ваше единство, Для того, чтобы вы продолжали ваше... Тут ясно. А иногда, допустимо в арабском языке, Могут местами поменяться. Сначала сказать, для того, чтобы... Нам. Для того, чтобы сохранить тогда, что делать? Фаль-Ябуду рабба хазал байт. Это один из тафсиров. Понятно? Аллах говорит, Фаль-Ябуду рабба хазал байт. И пусть же поклоняются Господу этого дома. То есть, Фаль-Ябуду Аллаха рабба хазал байт. Фаль-Ябуду Харам. Имеется ввиду, Вахдаху. Пусть же поклоняются Аллаху, Который является Господом этого запретного дома, Или этого заповедного дома. Поклоняются Ему единому. Аль-Ладзи яссар аляхум хадихир рихля. Ведь Он тот, Который облегчил им эти путешествия. Уаля юшрикубихи ахадан. И поэтому пусть не предают никому его сотоварищи. И в последнем аяте этой суры Аллах говорит, Аль-Ладзи атаамахум мин джу'а, И Он тот, Который накормил их, Обезопасив от голода, И даровал им безопасность от страха. В тафсире сказано, Аль-Ладзи атаамахум мин джу'а, И аманахум мин хауф, Бима вада афи кулуби л'араб Мин та'зими л'харам, Ва та'зими сукканихи. Он тот, Который накормил их, Обезопасив от голода, И даровал им безопасность от страха, Даровал им безопасность, Даровал им спокойствие, И отсутствие страха посредством того, что вселил в сердца арабов возвеличивание к заповедному дому и, следовательно, возвеличивание тем, кто живет у этого заповедного дома, в данном случае Курайшиты. То есть Аллах говорит, что он тот, который накормил вас, тем самым спас вас от голода, и тот, который обезопасил вас, избавив вас от страха. То есть, а каким образом он накормил, каким образом обезопасил? Тем, что дал вам возможность выезжать в эти путешествия. Когда другие выезжали, на них сразу нападали. Их караваны, то есть разбойники на пути их караваны обворовывали и так далее, и так далее. А вы спокойно выезжаете, зимой выезжаете в Йемен, летом выезжаете в Шам, спокойно возвращаетесь с полными караванами продуктов и так далее, и живете. У вас у самих, в вашей местности ничего нет. Долина сухая, а вы ездите туда, и сюда, и богатые, и так далее, и тому подобное. По причине чего? По причине того, что Аллах даровал вам этот риск, и Аллах, субханаху атааля, что? Дал вам безопасность. А в чем причина этого? Что вы жители Мекки, что рядом с вами Харам, и люди не нападают вас только по причине этого, что они уважают и возвеличивают Харам, и, следовательно, уважают и возвеличивают тех, кто живет в Хараме. И Аллах, субханаху атааля, так сделал, что вас поселил, и Он тот, кто внушил арабам остальным, чтобы они вас не трогали, чтобы вас оставили в покое. Мафо? Вот это имеется в виду. Таи. Это вкратце, что касается сура Курайш. Далее более подробно будем говорить. Сурату льмаун. После сура Курайш идет сура. Как она начинается? Сура Маун также маккия, также мекканская. Какую цель преследует сура Маун? Сура Курайш какую цель преследовала? Разъяснить нам, показать нам милости, которую Аллах проявил к Курайшитам. И напомнить о том праве, которое Всевышний Аллах имеет на них. В чем проявляется это право? Благодарность. Видите, благодарность. Нам. Что же касается суры Альмаун, то она преследует следующую цель. Аллах хочет нам в этой суре описать, разъяснить, донести описание тех, кто не верит в судный день. Описание тех, кто отрицает тот, кто отрицает расчет, тот, кто отрицает воскрешение, тот, кто отрицает воздаяние за свои деяния. Есть такие люди или нет? Я делаю, что хочу, ничего не будет. Спроса не будет. Расчета не будет. Не будем мы воскрешены. И так далее. Есть такие люди? Есть. Есть такие люди неверующие, которые отрицают судный день. И Аллах в этой суре описывает их. Говорит, что люди, которые отрицают судный день, ты увидишь в них определенные качества. Ты увидишь в них, что они описаны определенными эпитетами, что они описаны определенным образом. Каким? Аллах говорит в первом аяте А видел ли ты того, кто отрицает ад-дин? Слово ад-дин, оно много значений в Куране несет. В данном случае имеется в виду судный день. Видел ли ты того, кто отрицает судный день? Видел ли ты того, кто не верит в судный день? То есть, в Тафсире сказано Знакомы ли тебе? То есть, знаешь ли ты описание людей? Знаешь ли ты, как поступают и как ведут себя люди, которые не верят в воздаяние, которые не верят в расчет, которые не верят в воскрешение? Знаешь ли ты таких? Видел ли ты таких? Араэйта ладзи юказибу биддин, говорит Аллах. И далее говорит, Это тот, такой человек описан тем, что он отгоняет сироту. Отгоняет сироту или отталкивает сироту. В Тафсире сказано Говорит, это такой человек, который, если к нему подходит какой-то сирота со своей просьбой, он не просто отворачивается, он отгоняет его и делает это сурово, строго. Иди отсюда и так далее. То есть, сами знаете, каким образом это может проявляться. Это первое их описание. Видел ли ты того, кто отрицает отсюда на день? Во-первых, он тот, который отгоняет сироту. Раз его описание. То есть, вместо того, чтобы проявить какую-то мягкость, какую-то благосклонность, вместо того, чтобы что-то хорошее ему сделать по причине того, что он и так уже, будучи несовершеннолетним, потерял своего отца. А так ведь сирота, это тот, у кого нет отца. Тут такого есть мама, сиротой не считается. Тот, кто не достигнув совершеннолетия, потерял отца, он считается сиротой. Вместо вот этого всего, он что? Поступает с ним сурово, жестко, черство, отгоняет его от себя. Это указание на что? На черство сего сердца, на жесткость его сердца, что его сердце лишено мягкости. Почему? Потому что перед тем, как оно было лишено мягкости и с нисходительностью, оно было лишено веры в судный день. А чего ему бояться, если он не считает, что он будет, что за это его деяние будет расчет? Если он не считает, что ему будет воздано, то есть воздаяние будет за его деяние, что он не будет воскрешен? Конечно, он будет себя так вести. У него нет границ. Его ничего не сдерживает. Поэтому Аллах говорит, описывая подобных людей, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمُ وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينُ И не побуждает кормить бедняков. Сказано в Тафсире, وَلَا يَحُسُ نَفْسَهُ وَلَا يَحُسُ غَيْرَهُ عَلَى طَعَامِ الْفَقِيرُ То есть он не побуждает себя, в первую очередь, и не побуждает других, как кормить нищих людей, кормить бедных людей. Нет внимания, далее Аллах говорит, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينُ И горе же молящимся. اَيْفَهَلَاكُنْ وَعَذَابٌ لِلْمُسَلِّينُ Имеет в виду, да погибнут и получат свое наказание молящиеся люди. Аллах объясняет и говорит, أَلَّذِينَهُمْ عَنْصَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Те, которые к молитвам своим небрежны. Не все молящиеся. Те, которые к молитвам своим небрежны. В этом важный момент чего? Что мы тексты Кур'ана и Сунны должны понимать в контексте. Не просто в отрыве. Если в отрыве, мы скажем, намаз читать нельзя. Почему? Аллах сказал в суре Аль-Маун فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينُ Горе молящимся. Я понимаю из этого аята, что молиться нельзя. Что люди, которые молятся, Аллах пообещал, что горе им погибнут, они и наказание свое получат. Ни в коем случае молиться не буду. Мы говорим, нет, брат, в контексте должно пониматься. Дальше читай. На. На, на. وَلَا تَكْرَبُ السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَ Аллах говорит. И не приближай. Другой, он еще скажет, еще один аят я тебе приведу. Аллах не только в этом аяте, в другом аяте еще сказал, что не приближайтесь даже к молитве. Не просто горе молитве, даже близко не подходите к молитве. Мы говорим, брат, в контексте все должно пониматься. Нельзя ограничиваться только лишь одним аятом. Аллах говорит, وَلَا تَكْرَبُ السَّلَا وَأَنْتُمْ سُكَارَ Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными. В нетрезвом состоянии не приближайтесь к молитве. فَوَاِلُّ لِلْمُسَلِّنْ Горе молящимся? أَلَّذِينَهُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Таким молящимся, которые к молитвам своим небрежны, которые к молитвам своим невнимательно относятся. Вот таким горе, сказал Всевышний Аллах. Иначе все вот эти заблуждения по причине того, что один аят взяли, второй аят оставили. Один хадис увидели, на второй хадис глаза закрыли. Религия так не понимается, религия понимается в совокупности. Хочешь в каком-то вопросе разобраться, посмотри все аяты и все хадисы касательно этого вопроса, затем посмотри, затем сделай вывод, или затем посмотри, какой вывод сделали ученые относительно этого. Первое или второе? Второе, конечно же. Второе, кто ты такой, чтобы какие-то выводы делать? Человек, прочитавший две брошюрки и дошедший до середины алфавита, я до буквы Айн дошел, Аййу умею читать, да? Агайна еще не дошел. Вот кто наше положение, Субхану. Аллах Субхану Хуата Али говорит, горе молящимся, те, которые в молитвах своих, САХУН. Что значит САХУН? Небрежны или невнимательны. Кто знает еще? Каждый из вас знает, просто я хочу, чтобы у вас ассоциация сложилась с этим словом. Какое слово есть похожее на САХУН? Невнимательность. Если ты в намазе что-то невнимательное сделал, ошибку допустил, какой САХДА ты делаешь? САХДА САХУ делаешь. САХДА САХУ. Это однокоренные слова. САХУН, то есть небрежно, невнимательны, и САХДА САХУ. То есть САХДА по причине невнимательности, небрежности, ошибки. Мафум? И АЛЛЯЗИНА, поэтому САХДА САХУ, вы все знаете, так ведь? Поэтому, когда читаете Аят, АЛЛЯЗИНА ХУМ АН САЛЯТИХМ САХУН, А, вот они, значит, кто такие, ошибаются, невнимательно, свои намазы совершают и так далее. АЛЛЯЗИНА ХУМ АН САЛЯТИХМ САХУН. Здесь у нас сказано, АЛЛЯЗИНА ХУМ АН САЛЯТИХМ ЛАХУН. ЛА ЮБАЛЮНА БИХА, ХАТТА ЯН КАДЫ ВАКТУХА. Один Тафсир сказано, что те, которые к молитвам своим небрежны, то есть невнимательны, не обращают внимания на молитву до тех пор, пока его время не выйдет. Это один из Тафсиров. Что значит невнимательное отношение к молитве? Значит, несовершение молитвы до тех пор, пока время не выйдет. Время Зухра выходит, ты говоришь, время уже Асра настало, ты говоришь, Зухар же не совершил. Время Магриба уже настало, ты говоришь, Аср же Сухар не совершил. Время Аиша уже настало, ты говоришь, Магриб не совершил. Вот так. Это не те, которые полностью оставили намаз, а это те, которые небрежны, и небрежность их проявляется в том, что они одну молитву совершают во время уже другой молитвы. Это один из тавсир. Другие ученые сказали, что под небрежностью имеется в виду то, что они совершают эту молитву своими телами, то есть совершают поясные поклоны, земные поклоны, в омовении все это делают, но сердце их во время молитвы что? Кто-то где-то летает, у кого-то где-то там на родине сердце, у кого-то там с женой со второй, третьей, четвертой, хотя у него одна почему-то пока еще так же, то есть у кого где, кто о чем думает, так разве нет? Историю все вы знаете про человека, который имама поправил, знаете же историю? Совершали намаз четырехракаатный, и имам ошибся и совершил после третьего, совершил только три ракаата. И никто этого не заметил, кроме одного человека, который поправил его, Субханаллах сказал. Только один человек заметил, и имам после намаза оборачивается и говорит, Субханаллах, как мы невнимательны к своим намазам, говорит, как мы небрежно. Я три ракаата, говорит, прочитал вместо четвертой, и только один человек, говорит, это заметил. Никто помимо него, говорит, не заметил. Вот он молодец. Он говорит, ну я тоже не совсем таки молодец. Почему? Просто, говорит, у меня четыре магазина, и в каждом ракаате своего намаза я пересчет делаю у каждого, говорит. В первом ракаате бухгалтерию первого проверил, во втором ракаате про бухгалтерию, второго, третьего. И когда, говорит, когда я дошел до четвертого магазина, имам салям дал, говорит, я понял то, что подожди, что-то не так. И, говорит, сказал Субханаллах. То есть даже те, кто грубо, лучшие из нас, и то Субханаллах. Сердце где? В Аллаху Аль Мастан. В Аллаху Аль Мастан. То есть один из тавсиров, как их небрежность к молитве проявляется. Кому Аллах смадлят, сказал фавайлю или мусалин, горе молящимся. Те, которые в молитвах небрежны, один из видов небрежности, это то, что сердце их не присутствует в молитве. А как одна из сильных причин того, чтобы твое сердце в молитве присутствовало, какое? Знать тавсир и разъяснение того, что ты произносишь в молитве. Знать тавсир и произношение того, что ты в молитве произносишь. Аль-Хамду-Лля, по милости Аллаху, я вот даже просто задумался на днях. Аль-Хамду-Лля, вот начиная с самого начала молитвы, вот когда ты говоришь Аллаху Акбар, Аль-Хамду-Лля, у нас записан, переведен урок Шейх Салих Синди про тагбиры в месяц Зульхиджа. Про тагбиры в месяц Зульхиджа. От А до Я смыслы Аллаху Акбар разъяснены в двух уроках. Разъяснены смыслы Аллаху Акбар. Если переслушаете их, когда вы будете в молитве стоять и говорить Аллаху Акбар в самом начале, затем в руку и так далее, и так далее. И эти смыслы у вас, я вам уверяю вас, как Ибн-Аль-Каим говорил, прошу прощения, как Шейх Абду-Разак Аль-Бадр говорил, он говорит, те, кто прочитал, я, говорит, не встречал еще такого человека, который бы прочитал книгу Аль-Вабилю Саиб. Как она переводится, Аль-Вабилю Саиб? Благодатный дождь, благодатный дождь вспоминаний. Чтобы, говорит, его положение к зикрам осталось бы таким же, неизменным. Имеется в виду, тот, кто эту книгу прочитал, непременно зикры займут свое место в его сердце. Не останется его сердце таким же беспечным и равнодушным по отношению к зикрам. Тот, кто прочитал эту книгу. И вот точно так же я скажу. Тот, кто знает смысл того, что он произносит, говоря Аллаху Акбар, все глубокие смыслы, которые содержат в себе вот эти два слова, на самом деле там три, Аллаху Акбару, там еще скрыто, Аллах превыше всего, то он непременно, его намаз будет в смирении. Затем ты переходишь на дуа из тифтах, его шарх. Затем фатиху. Сколько уроков записано по тафсиру фатихи? Очень много. Прослушай, брат, чтобы когда ты читал, понимал. Затем дополнительные суры. Вот этим мы и занимаемся. Тафсир дополнительных сур. Чтобы когда ты их читал, ты уже понимал, когда ты стоишь и говоришь. Что это значит? Иншаллах скажем. Затем, опять же, Аллаху Акбару. Что значит? Говорили мы об этом на уроках. Что это значит? Не просто да услышат, да ответит Аллах тому, кто его восхваляет. Субхана Рабби Аль Аля, Субхана Рабби Аль Азим. Что значит Субхан? Причист от всех недостатков, изъянов, каких-то пороков Всевышний Аллах. Далек от этого всего. Такой смысл. И так далее до конца намаза. Вот так, брат, потихоньку, потихоньку изучи, чтобы твой намаз действительно был таким намазом, который Чтобы твой намаз действительно удерживал тебя от порицаемого и мирского. Многие люди что жалуются? Говорят, Субхану Аллах, намазы читаем и так далее. А все равно грешим. А знаешь почему? Потому что ты намаз просто, как ты сказал, читаешь. Просто читаешь намаз. Языком читаешь и все. Сердце твое не присутствует. Смыслов, которые ты приносишь, не знаешь. Если бы ты совершал намаз должным образом, как положено его совершать, то тогда бы он удерживал тебя от порицаемого. Поэтому, когда шейху Исламу Ибн Таймия спросили, сказали, Аллах уже в Кур'ане сказал, «Инна салата танха аниль фашшай вал мункар» «Вайсту намаз» Он удерживает от порицаемого и мерзости. А я, говорит, этого не чувствую. Он говорит, подожди. Опять же что? Возвращаемся к теме. Читай полностью аят. Не бери отрывок. Аллах сказал, «И выстаивай молитву, делай икама». То есть, совершай намаз должным образом. Вот такой намаз будет тебя удерживать от всего плохого, от мерзости и порицаемого. Мафон? Тайк. Кто-то сказал, что под сахун небрежностью имеется в виду, когда сердце человека где-то летает и гуляет. Другие же сказали, что имеется в виду, то есть, когда он неполноценно совершает условия намаза и арканы намаза. Вот это. То есть, разные тафсиры. Что такое сахун? «Алладзина хум ансалятихим сахун». «Алладзина хум юраун». Дальше Аллах сказал. «Алладзина хум». «Алладзина знаете». Как переводится? «Которые». «Хум». «Они». То есть, те, которые, именно те, которые. «Юраун». Что значит «Юраун». Опять же, ассоциацию вам закладываю. «Рия» слово. «Рия». «Юраун» — это однокоренное слово «Рия». Слово «Рия» вы все знаете. То есть, «Рия» не знаете? «Показуха». «Показуха». Те, которые «Юраун», то есть, занимаются показухой. В намазах своих совершают что? Для людей не ради Аллаха, субханаху ва та'аля. «Алладзина хум юраун». «Алладзина хум юрауна бисалятихим ва амалихим». «Ля юхлисун аль амали лилля», сказано в Тавсире. То есть, те, которые совершают показуху в своих намазах, в своих деяниях, не искренне в совершении своих деяний перед Аллахом, субханаху ва та'аля. То есть, они совершают эти дела не ради Аллаха, для людей. Чтобы люди не сказали, он не молится. Чтобы люди не сказали, что он на джамат намаз не ходит. Или чтобы люди не сказали, что он быстро намаз читает, он поэтому медленно его читает. И так далее. Как Аллах, субханаху ва та'аля, описывая мунафиков, говорит. «А когда они стоят на намаз, стоят с ленью». Не хочется им этого делать. Намаз тяжкий, тяжкий для них намаз. Тяжелая вещь для них намаз. Когда Аллах, субханаху ва та'аля, говорит. «Когда они стоят на намаз, стоят ленивыми». «Юрау на нас». Только лишь, чтобы показать людям, что он стоит. Только для показухи перед людьми. «Валя яскурун Аллаха илля калиля». И поминают Всевышнего Аллаха в этих намазах очень мало. Поминают Всевышнего Аллаха очень мало. И далее, последним описанием Аллах, субханаху ва та'аля, говорит. «Вая мнаун аль маун». И лишают и удерживают даже чего-то маленького. И лишают людей маун. Что такое маун? Сказано в тавсире. «Вая мнауна и аната гайрихим бима ладарара фи и ана тибихи». То есть они лишают людей какой-то помощи даже в том, что никакого вреда им не принесет. Что никакого, допустим, ты сильный человек. И ты видишь, что какой-то слабый стоит и не может там какой-то пакет поднять или бутылку с водой поднять не может. Тебе ты сильный. Тебе абсолютно не затруднит для тебя взять и переставить ее, допустим. Но ты мимо проходишь и не делаешь, не помогаешь. От тебя не убудет. Ни силы у тебя нет. Ни время ты не потратишь. Но ты все равно этого не делаешь. «Вая мнауна и аль маун». То есть и лишают людей даже мелочи. И лишают людей даже мелочи. В дальнейшем мы скажем, что или имеется в виду, что если кто-то, допустим, просит у тебя что-то. Какую-то мелочь, от которой, опять же, от тебя не убудет. Ты даже не заметишь, что это. У тебя 10 пачек спичек лежит, и тебе сидят говорят «дай спички». Ты говоришь «нет, у меня нету». «Субханаллах, ну 9 пачек спичек у тебя останется. Сколько спичек в каждом коробке?» «Нет, ты даже этого не даешь». Или он тебе говорит «можешь на часик, пожалуйста, дать ложку? Ты знаешь, что ты кушать не будешь. Ты знаешь, что у тебя среди приборов лежит 20 ложек». Ты говоришь «нет, не дам». «Не дам». Что движет тобой, Субханаллах? И вот этим они описаны. То есть лишают людей даже маун. Маун – это вот какая-то незначительная помощь. Какая-то мелочь. То, что тебе вреда не принесет никакого. То, что тебя никак не время твое не займет, ни сил твоих не потратит, ни имущество твое не уйдет. Но ты даже это не можешь дать. То есть ты достиг своей скупости максимума. То есть предел жадности. Я не знаю, там, самый алчный человек, что даже какую-то мелочь не можешь дать. Вот это маун. И Аллах описывает. Мы о ком сказали? Описывает тех, которые не верят в Судный день. Сказал. И даже, и лишают людей даже мелочи. Лишают людей даже какой-то мелочи. И давайте краткий тафсир на суру Каусар тоже прочитаем. И иншаллах перемену возьмем. В третьей суре из нашего третьего блока сказано в Суре Каусар. Во-первых, что? Маккия она. Какая? Мекканская. Значит, Мекке была не способна, так? Нет. А как? До Хиджры, значит, была не способна. Мин Макасиди сура. Какую цель эта сура преследует? Предыдущая сура какую цель преследовала? Разъяснение, указание или разъяснение, описание людей, которые не верят в Судный день. Чем они описаны? Как это в делах у них проявляется? Отсутствие их веры. В этой же суре Баяну миннатилляхи аля набиихи саллаллаху алейхи вассалям бель хайр иль кассир ваддифа анху. Аллах, субханаху атааля, этой сурой, самой маленькой сурой, самой короткой сурой в Куране хочет разъяснить ту милость, которую он, субханаху атааля, оказал своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, наделив его многочисленными милостями. Аль-Хайр кассир, сказано. То есть, милости, блага, неисчислимые блага. И также, Аллах, субханаху атааля, с целью которого это сюрприз, защита своего пророка. То есть, разъяснение милости, которую Аллах оказал именно пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и защита своего посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Сказано Воистину мы даровали тебе Каусар Имеется ввиду Мы даровали тебе О посланник Очень много блага И из этих благ Райская река Каусар То есть Каусар, кто-то говорит, имеется ввиду То есть много благ Мы даровали тебе много благ А кто-то говорит, нет, Каусар это имя собственное То есть название реки Но эта река также относится из тех многочисленных благ Которые Аллах даровал То есть противоречия в Тафсире нет Кто-то ограничил немножко Тафсир Сказал, что только река имеется ввиду А кто-то сказал, нет, имеется ввиду более обширный смысл Мы даровали тебе много блага Мы даровали тебе неисчислимое количество милостей И из них это река Из них это река, которую Аллах даровал. Так молись же своему Господу, так совершай же намаз. Совершай же намаз и приноси жертву приношения. И приноси жертву. То есть отблагодари же Аллаха за эти милости. Аллах хочет сказать Мухаммаду, отблагодари же Аллаха за эти милости. То есть посредством того, что ты только ему будешь совершать намаз и приносить свою жертву. В отличие от того, что совершают многобожники и идолопоклонники, приближаясь к своим идолам, своими жертвоприношениями. То есть Мухаммад, мы даровали тебе много блага, так поэтому намаз совершай ради Аллаха. И жертву тоже только Аллаху приноси. А не так, как это делают те, кто поклоняются кому-либо кроме Аллаха, перенося жертву своим идолам и своим объектам поклонения. Мафом. И воистину твой ненавистник, воистину тот, кто тебя ненавистит, он будет отрезан. Он будет отрезан. Или отделен. Или отдален. Или отрублен, если хотите. Аптор переводится. Смысл этого аята. Твой же ненавистник, то есть тот, кто тебя ненавидит, будет обделенным. Обделенным от всякого блага. Тот, кто тебя ненавидит, будет обделен от всякого блага, от всякого добра и будет забыт. А если даже о нем вспомнят, вспомнят только плохими словами. Во-фу? То есть, если даже о нем вспомнят, будут вспоминать только о плохом. Что значит мубрит? То есть, твой ненавистник. Тот, кто ненавидит пророка, салаллаху алейкум, тот, кто ненавидит религию, ислам. Не думайте, не обольщайтесь этими людьми. Те, которые там что-то сжигают, что-то делают. Все их забудут. Их уже даже сейчас. Такой-то, такой-то сжег Кур'ан. Кто, как его зовут? Никто его не знает. А тот, кто донес этот Кур'ан, тот даже дети у них спросили, они скажут, Мухаммад ибну Абдилля, ибну Абдиль Муталиб, ибну, и так далее, и так далее. Так ведь? Аль-Хамду лилля. Поэтому Аллах Суханны. Таков закон Аллаха. Иннашаня ка хуаль-абтар. Тот, кто тебя ненавидит, о Мухаммад, ненавидит религию, с которой ты пришел. Ненавидит путь, на котором ты был. Ненавидит сунну, ненавидит твой манхач. Хуаль-абтар. Он будет обделен. Исчезнет. И даже если они о нем будут вспоминать, будут только в плохом свете о нем говорить. Только плохими словами его вспоминать. Таиб. Это вкратце тафсир суры Калсар. Минфава и диль аят. Какие полезные выводы мы можем излечь из этих трех сур? Во-первых, ахаммятуль аман фил ислам. Важность такой вещи, как безопасность. Аман, безопасность, спокойствие в исламе. Очень важно. Из какой суры мы это почерпнули? Ли-иля фикурайш. Аллах сказал. Который накормил вас, обезопасив от голода, и даровал вам безопасность, даровал вам спокойствие. Действительно, безопасность это очень важная вещь в исламе. Очень важная вещь в исламе. И эта сура, сура, кураж указывает нам на это. То, что рия – это одна из болезней сердца. показуха это болезнь сердца и оно стирает дела портит дела, делает щетными дела аннулирует дела, как хотите показуха портит дела и это болезнь сердца из какой суры мы такой вывод сделали? те которые занимаются показухой следующий вывод, который можем извлечь из этих трех сур то что если ты будешь встречать милости Всевышнего Аллаха, его дары его блага, благодарности то он что? увеличит тебе их из какой суры, из каких аятов мы это извлекаем во-первых, на Аллах даровал тебе много милостей и так молись же тогда Аллаху встреть это благодарностью и ты увидишь иношение тот кто тебя ненавидит будет обделен так же из суры Курайш Аллах наделил их безопасностью наделил их пропитанием уделом почему? фальябуду рабба хазал байт так пусть же поклоняются Господу этого дома пусть благодарят своим поклонениям Ему единому до Барака вата'ана и последний вывод Караматунннабий саллаллаху алейхи и вассалям аля Раббихи вахивзуху лаху ваташрифуху лаху фиддунья валь-ахира ту милость, которую Аллах субханаху ватали оказал пророку Мухаммаду сохранив его почтив его как в этой дуне так и в Ахирате это проявляется в словах так ведь давайте перемену небольшую сделаем субханахаллахума бихамбиташхадан ла иллаха илла ант сатахфиру кавату байляк джазак малахай